Уже весь Киев знает, что во главе банд в основном стоит один народный депутат от БПП, который, как говорят, был сборщиком, бригадиром, то есть, налогов в Крыму от известнейшего Юра Иннакевского. Потом чем-то он покорил сердце мэра Кличко, и появился такой у нас красивый мальчик. Говорят, я подчеркиваю, говорят, был и церковец, но факты скоро будут, потому что все указывают на него, указывают на его замов. Их пытается защитить, вот я знаю лично, зама по евроинтеграции Резников, когда-то защищал оранжевую революцию, я говорю, Леш, что это у вас происходит? Ты что, это одобряешь? Да, одобряю, надо Киев делать европейским. И вы знаете, мы были на одном таком собрании на охоте, и вы знаете, все охотники подошли и сказали ему в глаза, а ты рабочие места создал взамен? А порядок, а вы документы проверяете, у многих есть разрешение, и не фальшивые. А что происходит, куда товар девается? Вскрылись же факты, что кроме сноса, во время сноса идут грабежи. Крадут то, кого грабят. Вещи их на огромные суммы. А в Соломинском районе во время сноса возле политеха в машине нашли кучу удостоверений сотрудников милиции, полиции. А сама полиция во время конфликта стоит сбоку. Понимаете, то есть днем защищаем, ночью смотрим и одновременно грабим. Вообще такое чисто украинское ноу-хау. Люди, что мы сделаем с Киевом? Что мы делаем со страной? А где безопасность? Вот я хочу понять. Я хочу обратиться к министру внутренних дел Арсен. Но это же очень плохо закончится. Зачем брать на душу это? Я 30 лет в Киеве живу. Я знаю, что киевляне те люди, которые не падали. Они сами организовываются. В этих кадрах видно, что у людей выпадают пистолеты, выпадают кастеты. Их полиция типа арестовывает и через 10 минут отпускает с оружием. Что происходит? Вы что думаете, что киевляне? Только что вы слышали женщину? Это народ на грани. Что вам, Майдан нужен? Мне не нужен. Потому что это только нас экономика уже не станет экономически, не будет Украина. То у вас инстинкт самосохранения есть. Но я знаю одно. Очень многие непоследние люди станут рядом с простыми киевлянами и разберутся, кто за вами стоит и не побоятся вас. Кто бы вы ни были депутатами. Я не хочу крови. Мы никто не хотим крови. Но издеваться в одну сторону никто не будет. Уже некоторые, описавшиеся, извините за правду, просили прощения, хоть у них карман и кастеты. Не буди лыха, пока тыха. Этот город пережил и рыбку, и купца. Пережил всех. Но даже те были более понятийные. И Авдышев, и Татарин. Все были более понятийные, чем та мерзость и тот рэкет, который есть сейчас. Вы что, хотите все? Ваша прибыль будет равна нулю. Была пробная баржа. 35 дней простояла в Киеве на таможне. У нас не могли Минтранс решить, у нас международный порт или не международный. А это не миллионы, это миллиарды долларов, господа. Это мы потеряли русский транзит. Как мы можем потерять транзит при Балтике, Финляндии, Скандинавии и главное Белоруссии союз с калийными удобрениями? Мы что, дебилы? А? Или это цинизм, что пока баржа не уплатит и нас не волнует как? Она не пойдет дальше. Минимальная зарплата. Ниоткуда будет брать скоро. Ни минимальную, никакую зарплату. Просто бизнес весь становится на лыжи. В плохом смысле этого слова. Уезжать. Не нравится мне это. Пусть это останется в этом году. А знаете, я не святой, как и все вы. Но можно шить на дому с прибыли. Но красть убытков, что в частном бизнесе, что в государстве рубят руки. В частном бизнесе рубят, а в государстве умеют договорить. Это умение жить. Вот так. Уходящий год обезьяны и приходящий год красного петуха. Смешно. Поехали. Я бы сказал не так. А еще бы наша власть сделала обдуманные заявления. Что по резолюции в Израиле, особенно мне более важно по деньгам. Министр финансов, пан Данилюк, сделал несколько заявлений. Где он, не знаю зачем, рассказал, как будет покрываться дефицит Приватбанка. Где будет эмиссия. После этого рынок резко заволновался. Я не понимаю, и так все понимают, что если вы включаете печатный станок, а экспорт у нас не увеличивается, и валютный МВФ, слава богу, не дает денег, чтобы вы их растыривали в прыжке. Так что-то вынуждено будет с долларом. Кроме этого, я тоже не понимаю. Госпожа Гонтарева говорит, что вот таких бумажек по 500 мало. Видите у нас? Она действительно, видно, хочет, чтобы наши деньги превратились, чтобы мы себе евро рисовали только на бумаге. Так это, знаете, вместе с детьми сели, окончательно головой поехали, сели и рисуем по 500 евро. Вот она хочет из двух по 500 гривен сделать 1000 гривен. Очень умное заявление на фоне национализации «Приватбанка» и ожидания инфляции. Называется «Спасайся, кто можешь, если ты не до конца ударенный по голове». Это происходит не где-то на фронте в ДНР, это происходит в Киеве. Пожалуйста. Дорогие друзья, вы понимаете, какие силы стоят за инициаторами этих погромов, если генеральный прокурор теоретически потребовал. Я очень хочу, чтобы Луценко, зная его принципиальность, довел это до конца. И плюс, знаете, в чем обидно? Люди более образованные, а эти верят в крыши и думают, что будет беспредел. Люди бы дали ответку сразу. Только та же полиция, которая участвует в грабежах, потом будет говорить, вы превысили меру защиты, или дайте взятку, или идите сидеть. Вот такая наша жизнь, малятки. Но я хочу сказать, что все больше интеллигентных людей, которым не чужды вопросы безопасности, и которые тоже что-то умеют и могут, пойдут вам навстречу и объединят киевлян. А вы, депутаты и Верховного Совета, и Киевского, собираете свои бандитские армии? Это уже было много раз. Подумайте, лучше без крови. Не хочу вам говорить, организаторы вот этих побои с Новым годом, вы не достойны Нового года. Не хочу говорить, что сгорев все в огне, я не бог и не это, но поступки ваши нечестивые должны сгореть. Есть звонок или следующее? Давайте звонок. Алло. Слушай. Алло. Дай я вас слышу. Добрый вечер. Пробачьте. Прошу вас. Господин Червоненко. Так, слушай. Вы знаете, что я хочу вас поздравить с Новым годом и всех граждан. Это Днепропетровск вам звонит. Это моя Батькерщина. Вот я вам расскажу так. Вы знаете, ну насколько же нас не любит власть наших бизнесменов, что это нужно, выступает министр по социальной политике. Он говорит, что мы не хотим людям платить зарплату. Так, Боже, вы сохраните. Люди хотят платить. Но дело в том, что поднимемся, подняли на свет. Подняли землю вот такая в городе стоя. Это невозможно делать. Нема чем платить зарплату. Нема ничего. И они с нас делают, что мы такие плати, что мы прижимаем людей. Что мы только даем какие-то конверты. Нема хоть бы как-то уцелить. Еще такой влады не было. Вы знаете, вот я сколько пережила. Сколько пережила властей. Но я вам должна сказать, я ненавидела этого чи этого. Януковича. Я с удовольствием проголосовала за Порошенка, за президента. Но теперь уже настало таке время, что я уже, понимаете, гробови. Останешь на гроб собі, чтобы дети тебя поховали и тебя забирают. Нельзя так с людьми. Нельзя, вы им скажите. Бо мы пересечные граждане, они до них не дозвонятся. Они тебя не будут слушать. Понимаете? Комунальные по квартирам подорожали. А на коммерческие эти цены идут. Уже 2,35 стоят свет за киловатт. А как человек может делать без свету? Как она может жить? Ну вот скажите, пожалуйста. Я вам отвечаю, дорога моя землячка. Вы все сказали на 100% абсолютную правду. Я могу сказать свой висновок. И с ним погодятся много-багато миллионов украинцев. Наверное, Влада Януковича по морали, по поняттям. Почуете это слово, не скажите, что оно бандитское. По поняттям морали. Не лезло в кишеню простым людям. Дилили предприятия, дилили бизнеса. Ну, уже бюджет пилили, але людям залишали. Тут же тарифами. Вот этими нальотами на останні робочі місця. Вот тем, что хотят. Какие конверты? Тут уже сдачу наторговали так, что сдачу давать нічим. Вы только не скажите про это. Про гробовые и все. Знаете, все же было раньше поряднее.